На телеканале Юганск новости. Здравствуйте. В студии Нановикова и в начале коротко об основных событиях понедельника и выходных. Вручить уведомления с просьбой освободить занимаемое жилое помещение в связи с отсутствием основания для дальнейшего проживания. Решение администрации не указ. Погорельцы не могут въехать в маневренную квартиру, не пускают прежние жильцы. Агитировать горожан, чтобы они заплатили налоги именно таким способом, сити-квестом или автопробегом, инспекторы решили совсем не случайно. Заплати налоги. Чтобы привлечь внимание, сотрудники федеральной службы решились на нестандартную акцию. Я заканчиваю институт тренера, преподавателя. Как раз открылся дворец спорта Сибиряк. И вот с этого момента до сих пор не могу остановиться. Олимпийский огонь все ближе. В числе факелоносцев и знаменитый нефтеюганский тренер по дзюдо. Газоснабжение нефтеюганска стало главной темой обсуждений на прошедшем совещании в администрации города с участием представителей эксплуатирующей организации «Нефтеюганскгаз». Есть опасения, что участок газопровода через реку От, поставляющий топливо из Сургута, может выйти из строя. На встрече местные власти и газовики решали, что будут делать, если случится авария. Трубам, поставляющим газ от Сургутской ГРЭС на нефтеюганские котельные уже 40 лет. И специалисты Северрегионгаза уже не первый год говорят, что участок в реке в аварийном состоянии. Есть угроза, что газопровод может выйти из строя. Мы инициировали работу в правительстве по проектированию нового газопровода и строительству нового газопровода. Но по времени это займет около трех лет. В случае аварии город будет полностью отрезан от газопровода, и тогда горожане могут попросту замерзнуть. Чтобы этого не допустить, нужен резервный способ отопления. Запаса дизельного топлива может хватить максимум на трое суток. Это срок, за который необходимо переключить систему на попутный газ или нефть от Юганск-Нефтегаза. На сегодня мы знаем, что нефтяной попутный нефтегаз и Юганск-Нефтегаз обеспечивают только 40-50% потребности, часовой потребности города Нефтьюганск. Мы будем вынуждены перевести именно в соответствии ограничение подачи теплоносителя несоциально важным объектом и понизить температуру теплоносителя. Но есть приятные меры, которые позволят нам выжить в этой ситуации, не замерзнуть. Речь идет об экстренном переключении схемы. Сейчас все службы должны быть готовы в сжатые сроки перейти на попутный нефтяной газ. На совещании было принято решение провести учение с привлечением всех ответственных организаций и специалистов, чтобы довести алгоритм действий до автоматизма. Еще одна проблема – стихийные застройки на месте существующего и проектируемого газопровода. Знаю, что там планируется строительство ГРС в будущее. И было четко проектировщиками сказано, когда они приезжали в прошлом году и выезжали мы на территорию туда, они сказали, что минимум 300 метров защитная санитарная зона должна быть. С постройками решать вопрос будет межведомственная комиссия, которая несколько лет назад уже работала и зачищала территорию от балков на месте храмового комплекса. Было принято решение работу комиссии восстановить. Ресурсники должны предоставить информацию о подключениях за последние годы. Департамент ЖКХ поручили проработать вопрос с председателями ООСов. Мы дальше будем работать, обновим топосъемку, потому что мы сравнили, то, что проводилось даже в летний период, департамент городостроительства выполнял топосъемку данной территории, то есть уже несколько новых домов появилось прямо на газопроводе практически. То есть стоят аншлаги, что охранная зона газопровода, а тут же рядом ставится балок. Еще один важный вопрос, когда, наконец, запустят газ в 11-м А микрорайоне. Это первые и четвертые этапы строительства газопровода. Строительно-монтажные работы завершены, потребителям уже начали выдавать техусловия на подключение. Однако газа в трубе пока нет. Исполнительная документация была направлена в эксплуатировщую регистрацию, где мне подтвердили, что она была проверена. Замечаний к ней нет. Департамент имущества, администрация города, пакет документов, которые необходимы для регистрации права, ждал регистрационную палату, получена расписка, планируемый срок получения свидетельства 25-го числа. Сколько жителей 11-го А микрорайона уже построили разводящие сети в своих домах и установили газовое оборудование, пока неизвестно. Но 64 потребителя уже получили этих условия. Как только эксплуатирующая организация примет на баланс магистральные сети, а это должно произойти 25 октября, можно проводить полную прессовку и в трубе появится газ. Потребителям останется заключить договор на обслуживание и пользоваться долгожданным топливом. Анжела Галиева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Вспенить пласты. Жидкий азот – вещество, знакомое многим, и область применения газа довольно широка. Правда, не все знают, что с помощью этого химического элемента можно проводить гидравлические разрывы пластов, так называемое пенное ГРП. ГРП – это специальная технология, при помощи которой нефтяники увеличивают приток нефти к насосу. Происходит весь процесс на глубине устья скважины, то есть от 2,5 до 3,5 тысяч метров под землей. Суть гидроразрыва заключается в том, что специальный гель продавливают в пласты с давлением до 600 атмосфер. В результате под землей образуется трещина. В нее специалисты помещают песок – пропант. Он большой фракции, и за счет этого приток углеводородов кратно увеличивается. Подробнее о технологии и ее результате смотрите в программе «Про производство» сразу после выпуска новостей. За плате налоги до 1 ноября инспекторы нефтьюганской межрайонной налоговой решили не совсем обычным способом напомнить горожанам, что подходит срок уплаты имущественных сборов. Буквально все сотрудники федеральной службы в эту субботу вышли, а точнее сказать, выехали на улицы на первый взгляд для того, чтобы поиграть в сити-квест. Но главная задача налоговиков была в другом. В эту субботу в 10 утра у налоговой было особенно многолюдно. Правда, это не посетители инспекции, а сами сотрудники. Одевают форму, развешивают агитплакаты на автомобиле. Готовятся к игре сити-квест. 10 команд по 5 человек в каждой. Задача инспекторов — разгадать 9 локаций и найти на месте букву. Для того, чтобы собрать ключевое слово, есть 2 часа. Но для большинства экипажей этого времени оказалось слишком много. Первые закончили уже через 40 минут. Ключевое слово — «Олимпиада». Так инспекторы решили поддержать предстоящую эстафету Олимпийского огня в Нефтьюганске. Но все же главная задача игры — напомнить горожанам, что последний срок уплаты имущественных налогов — 1 ноября. Агитировать горожан, чтобы они заплатили налоги именно таким способом, сити-квестом или автопробегом, инспекторы решили совсем не случайно. Дело в том, что жители Нефтьюганского региона задолжали 130 миллионов рублей налогов. И большая часть из них — это 60% — как раз транспортный налог, то есть те деньги, которые должны пойти в местную казну, для того, чтобы на них реконструировать и ремонтировать дороги. Долг по транспортному налогу резко вырос после решения окружного правительства о том, что владельцы автомобилей с мощностью двигателей до 150 лошадей платить сборы с 2012-го не должны. Многие восприняли дату буквально и в прошлом году в налоговую не пошли. Но закон вступает в силу только сейчас. Мало того, что надо заплатить задолженность за 2011 год по налогам, начисленным в 2012 году, а сейчас вот уже наступает срок уплаты налогов, начисленных за 2012 год. То есть у нас начисление происходит за истекший налоговый период, то есть за прошлый год. Инспекторы искренне удивляются, почему сегодня горожане не платят по счетам. Если раньше, чтобы узнать о долгах и внести государственные сборы, нужно было отстоять очередь в налоговую, а потом в банки, сегодня это сделать можно, не отрываясь от компьютера. Для этого разработан сервис на сайте налоговой службы налог.ру или на нашем управленческом сайте r86.налог.ру Можно узнать в сервисе «Узнай задолженность», ваши долги за предыдущие годы, а подключившись к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц, произвести сверку объектов, сверку своих платежей и оплатить текущие начисления. Сейчас нефтеюганцы фактически не платят налоги, а возмещают долги, поскольку узнают о начислениях в пользу государства только после напоминания инспекторами или уже судебными приставами. Именно поэтому основная задача налоговиков – научить горожан вносить сборы в положенный срок и самим контролировать счета. Андрей Сакара, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Погорельцы не могут въехать в маневренную квартиру. Напомним, две недели назад в 11-м микрорайоне сгорела двухэтажная деревяшка. Фактически без крыши над головой осталась мать с двумя маленькими детьми, причем один ребенок инвалид. Несмотря на то, что администрация предоставила им маневренное жилье. Однако бывшие наниматели отказываются освобождать квадратные метры. Нина Семеновна дома? Нет, подряд. Этот молодой человек – сын той самой Нины Семеновны. В декабре прошлого года случился пожар в посолке СУ-62. Однушка, в которой жили Булгаковы, не сгорела. Лишь одна стена, смежная с муниципальными квартирами, была залита во время тушения. Ваша квартира вполне пригодна для проживания. Температура соответствует норме и даже выше нормы. Собственники квартиры в СУ-62 отказываются покидать двушку маневренного фонда, объясняя тем, что там холодно и пьют соседи. Хотя по факту выяснилось, что однокомнатная квартира в отремонтированной деревяшке не пустует. Ежемесячно накручивает счетчик. Вы же понимаете, это, возможно, такая нагрузка, потребление такой электроэнергии, когда люди проживают в квартире. Вот у меня 360 семья, да, трехкомнатной квартире. То есть по факту там люди живут? По факту, конечно, живут. Мы были в той квартире. Работает холодильник, открыт балкон. Температура выше 20-30 градусов. После предоставления маневренного жилья лицевой счет, на который поступали коммунальные платежи, был закрыт. Счетчиков на воду и тепло там нет. Поэтому проследить можно только электроэнергию. По 400, по 300, по 500 рублей в месяц они платят за электроэнергию. Четкий срок предоставления маневренной квартиры в договоре не был указан. Только лишь оговорка пока не ликвидирует последствия пожара. На прошлой неделе в присутствии хозяйки был составлен акт о том, что однушка в СУ-62 пригодна для проживания. Комиссия в составе 30 апреля, комиссия в составе инженера ЖО-5, мастера ЖО-5, мастера такого-то, в результате которого установлена торцевая стена квартиры, номер 14, смежная с квартирами номер 5 и 9 жилого дома, номер 14, дисциплина Минвата и по всему периметру у стены. Получается, еще весной жильцы должны были освободить эту квартиру. Вот только не торопятся. Нине Булгаковой объяснили, что в эту двушку должна переехать семья Погорельцев. Время не терпит людям негде жить. Сначала она согласилась, потом вдруг передумала. Дома ее не оказалось. Телефон тоже отключен. Молодой человек, сын Булгаковой, отказался разговаривать со специалистами ЖЭУ, департамента ЖКХ, Погорельцами и даже с участковым. Получив уведомление о том, что маневренную квартиру необходимо освободить, тоже отказался подписывать. Вручить уведомление с просьбой освободить занимаемое жилое помещение в связи с отсутствием основания для дальнейшего проживания. Елена Чернова с двумя маленькими детьми трех и шести лет осталась на улице без крыши над головой. Сгорело все. Как и другие погорельцы, во время совещаний в департаменте не могла понять, почему администрация затягивает с предоставлением жилья. Мы это только на том собрании узнали, что есть квартиры, которые люди, незаконно, и они уже, в принципе, жильцы уже переключились на тех, начали говорить, что вы понимаете, мы живем сейчас вообще вот тоже кто где. Давайте, говорит, уже как-то делайте, да. Это при том, что они имеют жилье свое какое-то. Ну, конечно, мнение, я думаю, что жильцов все-таки это поменялось. Поговорить с Ниной Булгаковой, объясниться с ней Елена так и не смогла. Попробовали найти хозяйку в ее собственной квартире в СУ-62. Дверь никто не открыл, зато соседи подтвердили, что однушка не пустует. Скажите, пожалуйста, в соседней квартире кто-то живет? Да я не знаю. Ну, как не знаете? Не слышно? Ходят, не ходят? Ну, ходят, ходят. Ходят, понятно. Спасибо. Ходят, спасибо большое. Если Булгаковы добровольно не освободят маневренную квартиру, придется обращаться в суд. Только вот пока будут проводиться все эти процедуры, Елена так и будет скитаться с малолетними детьми. Анжела Галиева, Александр Гордеев, телерадиокомпания «Юганск». Через 20 лет услуга доставки пенсии на дом исчезнет, читает новый генеральный директор Почты России. По его словам, новое поколение бабушек и дедушек имеют свои счета, банковские карточки и знают, как с ними обращаться. А та счастье пенсионеров, которые привыкли получать пособие на дом, постепенно уменьшается. Вместе с такими изменениями Почта России потеряет достаточно большой объем бизнеса и доходов. Решение проблемы организация пытается найти в предоставлении более широкого спектра финансовых и банковских услуг. Далее простая экономика. По данным Министерства труда, к 2030 году средняя пенсия составит 2,5 прожиточного минимума. Однако 25% россиян на такие выплаты претендовать не смогут. Новая пенсионная формула предполагает, что пособие будут получать те, кто в течение своей трудовой деятельности накопил 30 баллов. Для этого необходимо работать в течение 30 лет и уплачивать взносы с одного минимального размера оплаты труда. Тот, кто не наберет необходимых баллов, сможет рассчитывать лишь на социальную пенсию и то, если прожил в России не менее 15 лет. При этом, по данным Росстата, более чем у 350 тысяч российских граждан официально зарплата ниже прожиточного минимума, поскольку они получают ее в конверте. Государство задумалось над тем, как сделать жилье эконом-класса действительно доступным. Проект действий по снижению цены до 30 тысяч рублей за квадратный метр обсудили на заседании Совета по президенту Российской Федерации по жилищной политике. Он предусматривает строительство до 2018 года не менее 25 миллионов квадратных метров жилья. Повышать доступность квартир планируют льготными условиями предоставления земельных участков, кредитами застройщикам и сокращением сроков прохождения административных процедур. Сейчас идет формирование списка регионов, которые будут участвовать в проекте. Решается и вопрос о том, какие категории граждан смогут приобрести это жилье. Запретить рекламу во время показа фильмов и телепередач предлагают депутаты Госдумы. Авторы законопроекта уверены, что такое нововведение позволит гражданам более полноценно использовать свое время и сократит вмешательство навязчивых коммерческих предложений в их личную жизнь. Предполагается ограничить показ регламы в будни с 19.00 до 23.00 часов и с 11.00 до 11.00 вечера в выходные и праздники. Большинство депутатов инициативу коллег приветствуют, но считают ее трудно реализуемой. Кроме того, частные и региональные телекомпании могут понести серьезные финансовые потери. Ровно две недели осталось до 5 ноября, когда в Нефтьюганске пройдет эстафета Олимпийского огня. Мы продолжаем рассказывать о тех, кому выпала почетная миссия нести зажженный факел. Сегодня речь пойдет о заслуженном тренере России, директоре детско-спортивной школы по дзюдо Алексея Казакове. Репортаж Ольги Кондрашиной. Раз, два, раз, два, раз, два, быстрее. Алексей Казаков приехал в Нефтьюганск из Челябинской области в 1981 году вместе с женой и двумя детьми. Говорит, преследовал только одну цель – заработать недостающую сумму на однокомнатную квартиру. Деньги уже давно заработал, но только прикипел к северу и уезжать никуда не собирается. Затянуло, нашел свое место, именно я заканчиваю институт тренера, преподавателя. Как раз открылся дворец спорта Сибиряк. И вот с этого момента до сих пор не могу остановиться. Да срываться уже и смысла нет, рассказывает Алексей Алексеевич. Здесь в Нефтьюганске его главная гордость – более 70 мастеров спорта под дзюдо международного масштаба, которых заслуженный тренер воспитывал с малых лет. О своих же регалиях руководитель детской школы говорить не любит. Уровень кваса – это значит норматив мастера спорта выполнил. Больших звезд и мест не хватало. Но как тренер, то, что я сейчас выполняю, это гораздо выше. Участвовать в эстафете Олимпийского огня в Югре будет Ханты-Мансийский Нефтьюганск. По улицам нашего города главный символ международных соревнований пронесут по инициативе «РН Юганс Нефтегаз». Городообразующее предприятие активно поддерживает местных спортсменов, финансирует и сами школы, и соревнования всех уровней. Ведь формирование здорового образа жизни – один из приоритетов нынешней государственной политики. Сегодня правительством уделяется очень много внимания для развития. То, что у нас было, будем говорить, в те лихие 90-е, потеряно. Сегодня мы возвращаемся. Поэтому меня переполняет гордость в этом отношении, что дозволена такая честь, как мне, так и могу ученику нести, и это так будет. Претендентов на участие в эстафете среди нефтьюганцев было очень много. Однако местные эксперты отобрали самых достойных – тех, у кого есть реальные высокие заслуги не только перед городом, округом, но и всей страной. Мария Сераева, Ольга Кондрашина, Александр Гордеев, телерадиокомпания «Юганск». Финансовая грамотность с ученической скамьи. На территории города и района открылись банковские классы. Инициатором такого факультативного обучения является Ханты-Мансийский банк. Первый урок у десятиклассников пятой многопрофильной школы провел сам директор нефтьюганского филиала Сергей Чайкин. Подробнее в сюжете на правах рекламы. 30 учеников сделали важный шаг в своей жизни. Выбрали не простое, но важное направление – банковское дело. Понять все тонкости этой специальности за школьной партой довольно сложно. А вот познакомиться с АЗАМИ вполне реально. Это был мой целенаправленный выбор, потому что я, наверное, даже решила давно, что я, во-первых, люблю математику, я люблю рассчитывать разные, неважно, что я люблю считать. И это интересно, мне в жизни как бы понадобится, пригодится. Ханты-Мансийский банк уже на протяжении пяти лет организовывает факультативные классы начального банковского образования для старшеклассников города и района. Учеников десятых и одиннадцатых классов обучают основам работы финансовых учреждений, что помогает лучше понять профессию и поступить в ВУЗ, уже сознательно сделав свой выбор. Теорию по предмету предпадают сотрудники местного отделения. Я хочу сказать, что все дети, которые учатся в этом банковском классе, намного лучше сдают единый государственный экзамен по обществу знанию. И мы просто благодарны, что в данном случае отделение, нефтьюганское отделение Ханты-Мансийского банка работает именно с нашей школой. Ханты-Мансийский банк успешно развивается как в Югре, так и за ее пределами. Только в нефтьюганские районе активно функционирует филиал и восемь дополнительных офисов. Поэтому у школьников после окончания института есть все шансы устроиться на работу в родном городе. Я всегда говорю, что сертификат – это ваша визитная карточка. Когда они приходят, мы знаем, что это наш выпускник, это наш родной человек, наш специалист. Смену ростим, готовим. Как отмечают педагоги, создание факультативных классов – это настоящий прорыв в образовании. Пройдя профильное обучение в школе, выпускники уже четко понимают, для чего они идут в ВУЗ. Например, в прошлом году все ученики банковского класса успешно поступили на экономическое направление. И у таких студентов диплом о высшем образовании точно будет востребован. Ольга Кондрашина, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Пять лет до ста. Труженицы тыла Анастасии Головиной сегодня исполнилось 95 лет. За праздничным столом собрались не только родственники-долгожительницы. С юбилеем Анастасию Платоновну поздравляли глава города и специалисты социальной защиты. Наша бабушка очень добрая, отзывчивая. Несмотря на свой возраст, она прекрасно себя чувствует, ездит летом с нами на дачу. Ну, немного плохо слышит. Анастасия Платоновна в «Нефтьюганск» приехала в 2007 году из Башкирии. У себя на родине во время войны трудилась на откатской фабрике. После и уже до пенсии работала в ЖКХ. Вместе с супругом воспитали четверых детей. Сейчас у нее уже четыре внука и правнук. Поздравить именинницу пришел глава города и специалисты социальной защиты. Анастасии Головиной передали поздравительные открытки от президента и губернатора округа. И чтобы все пожелания в адрес именинницы исполнились, она задула свечи на праздничном торте. Мама, папа, я – спортивная семья. В эти выходные «Нефтьюганск» разделился на две спортивные арены. Соревнования среди детей и родителей прошли в Сибиряке и Олимпе. Всего участие в «Веселых стартах» приняли 34 семьи. Подробности об этих необычных баталиях смотрите в сюжете. Почти 60 участников, сотни болельщиков на трибунах и балконе. С таким размахом прошли 11-е ежегодные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». Организаторы Департамента образования и молодежной политики по традиции приурочили это событие ко дню города. Детские соревнования стали уже традиционным в городе и вносит свой огромный хват в подготовке наших юных институтов к губернаторским стартам, где они очень часто занимают призывание старта. Дошкольные образовательные организации представили 19 команд. Семья Рудомановых защищала честь школы-сада номер 24. Сын Владислав в числе физически одаренных детей посещает секцию «Олимпиец». Поэтому с родителями даже не обсуждали, стоит участвовать или нет. Взяли самого младшего члена семьи, чтобы уже приобщался с такого возраста ребенок к спорту. Наше участие первое, долго готовились к соревнованиям. Ну, надеемся победить, но участие самое главное. И минутки бесценные, проведенные вместе с семьей и с ребенком. Участникам необходимо было пройти пять эстафет. Каждое задание направлено на ловкость, выносливость и сплоченность команд. Главное, что оценивали судьи, это правильность выполнения. Болельщики же больше переживали за скорость. По результатам соревнований первое место заняла семья Рудомановых. Их школу-сад номер 24 и физинструкторы наградили грамотами, кубками и ценными призами. Подарки и благодарственные письма закупили при финансовой поддержке депутата Тюменской областной думы Тамара Белоконь. Стоит отметить, что с пустыми руками не ушла ни одна семья. Не шуточные баталии развернулись и в Сибиряке. Состязания под таким же названием «Мама, папа, я – спортивная семья» совместно организовали Центр молодежных инициатив и спорткомитет. Среди участников – члены клуба молодых семей, школьники и детсадовцы. «Активность постоянно должна быть в семье. Мы не сидим дома на диване возле телевизора. Стараемся больше всё-таки проводить активно отдых». Награды за активное участие также получили все 15 команд. Но самое главное – выходной день прошёл не зря. К трудовой неделе нефтьюганские семьи подготовились и физически, и эмоционально. Светлана Ряписова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». На этом всё. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в «Нефтьюганске» и делайте новости вместе с нами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok